добрый день у меня вторая беременно закончилась печально внутриутробная гибель у плода ходила беременность и хорошо ничего особо не беспокоило все узи хорошо развитие ребенка с опережением что послужило этому не знаю произошло в ноябре 18 года сейчас буду заниматься этим вопросом сказали восстановиться два месяца и потом искать причины у меня еще резус-конфликт то есть я отрицательная муж положительные восстановление идет нормально все в норме хотел узнать вероятно повтора моей ситуации когда можно планировать следующую беременность я понимаю что не возмещу утрату ребенка новой беременности потери на всю жизнь и очень переживаю я практически не болел во второй беременности ребенок был 380 и 51 сантиметр у меня был плохой маточный кровоток инфаркт плацента белый я много перечитала уже единственно беспокоили вены во второй половине скорее всего беременности появлялись новых местах и сильно выпирали я врачу говорил они придали значения ну то есть вот этот вопрос он какой-то степени приклеили перекликается с тем вопросом который был вот предыдущий здесь ключевой момент который мы здесь можем вычленить это то что было нарушение маточного кровотока то есть нарушение маточного кровотока могло быть причиной того что произошла декомпенсация плода потому что если бы вообще все было хорошо и не было нарушение маточного кровотока можно было бы говорить о том что был какой-то случайный фактор могут быть случайные факторы которые могут приводить к остановке развития плода и тогда эта ситуация не повторяется но в целом получается жалко конечно когда вот мы видим 51 сантиметр вес ребенка больше трех килограмм здесь вероятно развилась ситуация когда не успели уловить тот момент когда ребенок почувствовал себя плохо то есть не успели уловить момент декомпенсации поэтому здесь я думаю что в вашем случае перспективы в целом хорошие в каком плане то есть да по поводу резус-конфликта я так понял что вы имеете ввиду что у вас просто идет несовпадение между мужем и женой по резус-фактору что у вас отрицательный резус-фактор у мужа положительный я думаю что в связи с тем что произошла вот такая тяжелая история вам скорее всего сделали профилактику резус-конфликта и если эту профилактику сделали тогда в общем то здесь нужно правильным образом будет вести уже следующую беременность чтобы не допустить резус-конфликт то есть это контроль за уровнем антирезусных антител в 28 недель укол профилактический и после рождения ребенка оценивается резус-фактор если он положить на то тогда делается еще дополнительный укол который будет являться профилактикой развития резус-конфликта при последующих беременностях поэтому если здесь все было сделано правильно и реального конфликта нет правильная вот те тактика ведения полностью практически исключает риск того что внутри вашей семьи будут какие-то проблемы с резус-фактором вот и то есть по резус-фактору все вот и поэтому здесь конечно же вот когда сейчас восстановится менструальный цикл когда пройдет вот этот вот но основной процесс утраты психологически занимает обычно первые три месяца то есть след был ноябре ноябрь то получается декабрь январь февраль но я думаю что где-нибудь в апреле все-таки острота боли уйдет то есть память останется острота боли уйдет можно будет спокойно заняться и провести несколько таких важных анализов которые будут направлены на выявление возможных скрытых факторов которые могут приходить к нарушению плацентарной функции во время беременности безусловно должна профилактика вот этих всех состояний быть начиная с самых ранних сроков и главным препаратом здесь является тромбоаз до недавнего времени были какие-то мифы по поводу тромбоаз говорили всякую ерунду по поводу того что может быть он опасен там и так далее нет ничего никакой опасности он не представляет настоящее время закончены очень серьезные исследования которые были проведены под эгидой нескольких ведущих международных организаций которые занимаются перинатологии которые показали абсолютную безопасность тромбоасса но не тромбоасса аспирина низкодозированного в дозе до 150 миллиграмм в сутки он не вызывает не уродство плода никаких нарушений и абсолютно безопасен потому что опыт идет с 85 года то есть уже несколько десятилетий можно считать при при применении низкодозированным аспирином и поэтому выводы можно сделать то есть никаких особых проблем он не вызывает самое главное это придерживаться схемы правильный не пропускать дни и тогда вероятность будет минимальная в конце первого триместра проводится скрининговое исследование которое показывает как прошла плацентация то есть это вот узи плюс биохимические показатели ну и во время беременности также продолжается наблюдение за этим всеми показателями вот но особое внимание поскольку это все произошло уже буквально на излете то есть в конце беременности это очень тщательный контроль за тем что будет происходить в третьем триместре беременности каждую неделю нужно будет отслеживать состояние ребенка кардиотокографии делать еженедельно в зависимости от того как будут выстраиваться показатели доплерометрии ультразвуковое исследование здесь нужно будет в третьем триместре уже после 30 недель проводить гораздо более чаще для того чтобы не пропустить состояние при малейшем подозрении на то что что-то складывается не так нужно будет делать ну то есть возможно госпитализация но я думаю что в общем то здесь нарушение плацентарной функции были минимальные у вас судя по тому на каком сроке все это произошло но то что были по ультразвуку нарушение маточного кровотока могут указывать на то что это именно была поздняя декомпенсация плацентарной функции то есть современные возможности современного акушерства позволяют вам рассчитывать на рождение здорового ребенка поэтому здесь конечно но просто нужно конечно все это пережить и очень очень вам сочувствую мы просто здесь нет слов то есть это просто вот но потеря практически доношенного малыша очень тяжело но иногда невозможно бывает предсказать такие вещи и да и и и и